МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Перемены в парламенте. На очередной сессии Госсовета был принят ряд решений. Путь к успеху. На Международном конгрессе в Москве обсудили стратегию развития самбо. Адреса добра в Чувашии подводят итоги благотворительного марафона. Сегодня глава Чувашии провел совещание с главами администрации муниципальных районов и городских округов, членами кабинета министров Чувашской Республики. Руководитель региона представил участникам заседания нового заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики Александра Николаева. В его компетенции будут находиться вопросы безопасности и взаимодействия с органами правопорядка. Это особенно актуально в свете последних печальных событий в Керчи. На совещании обсудили вопросы организации работы по сбору и вывозу мусора в муниципалитетах в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, а также вопросы реализации на территории Чувашской Республики в 2018 году приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Буквально несколько часов назад закончилась очередная 24-я сессия Государственного Совета Чуваши. И ее повестку нельзя назвать стандартной. Обо всем по порядку. Ольга Пырочкина. Жаркое, пожалуй, это самое подходящее определение для очередной 24-й сессии Государственного Совета Республики. Один из первых вопросов – прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Согласно федеральному закону, каждый регион страны ежегодно до 1 ноября должен определить сумму и довести ее до Пенсионного фонда страны. Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионеров Чувашской Республики в размере 7953 рубля. Данная величина рассчитана на основании потребительской корзины, индекса потребительских цен на 2018 год. На продукты в величине прожиточного минимума отводится 50%, то есть почти 4000 рублей, посчитали депутаты. Парламентская оппозиция тут же припомнила министру высказывания по этому поводу его уже экс-коллеги из Саратовской области. Определение величины прожиточного минимума нужно как раз для того, чтобы пенсионеры, чей доход близок к минимальному, получили от государства дополнительную поддержку. К примеру, в виде субсидий на оплату услуг ЖКХ парировала председатель комитета по бюджету финансовым и налогам Альбина Егорова. И если затянуть с решением, из федеральной казны в Чувашию могут не поступить 672 миллиона рублей. Действительно, сегодня никто, наверное, на такой вот прожиточный минимум не может прожить. Минимальный прожиточный минимум – это тот минимальный набор продуктов, услуг, который нужен для того, чтобы просчитать, рассчитать полностью социальные доплаты к пенсиям на уровне Российской Федерации, на уровне Чувашской Республики. Большинством голосов законопроект принят в двух чтениях. Впрочем, был в повестке дня и вопрос, который поддержали почти единогласно. Это расширение перечни лиц, которым положена компенсация расходов на капитальный ремонт. Разные меры поддержки предлагаются предоставлять собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста, и туда добавляется или неработающих инвалидов первой и второй группы. Из того, что вышло за рамки традиционной повестки дня, в Комитете по социальной политике сменился заместитель председателя. Вместо Григория Данилова занял его однопартиец, член фракции КПРФ Александр Андреев. И, пожалуй, главное кадровое решение. Председатель Госсовета Валерий Филимонов покинул свой пост и сложил депутатские полномочия. По его словам, в связи со сменой места работы. На мною принято решение покинуть свой пост. Но это продиктовано было прежде всего внутренними моими мотивами, теми принципами, которые я по жизни вообще поддерживаю, но и теми, наверное, жизненными, объективными обстоятельствами переход на другую работу. Экс-спикеры и депутаты поблагодарили друг друга за работу. Временно исполнять обязанности председателя будет член президиума Альбина Егорова. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с Валерием Филимоновым. Они обсудили некоторые вопросы, связанные с его новой работой, на посту заместителя руководителя администрации главы Республики. Соответствующий указ подписан сегодня. Глава Чувашии поблагодарил Валерия Филимонова за работу в парламенте Республики. Оценивая его работу на посту председателя Госсовета, Михаил Игнатьев опроверг негативные высказывания отдельных депутатов о статусе законодательной ветви власти и ее взаимодействии с правительством. Есть конституционная норма, где четко прописаны компетенции и Кабинеты министров Чувашской Республики, и Государственного совета Чувашской Республики, и высшего должностного лица, как главы Чувашской Республики. Поэтому я, как высшее должностное лицо, отслеживаю всегда, чтобы не было дублирования, чтобы не было размывания ответственности. Михаил Игнатьев напомнил, на любом посту работать нужно так, чтобы оправдать доверие жителей Республики. Вот как прокомментировали назначение Валерия Филимонова депутата Государственной Думы России от Чувашии. Мы находимся в тесном и постоянном контакте с коллегами, депутатами Государственного совета Чувашия. Валерий Николаевич, как председатель Государственного совета, провел большую работу по организации плодотворной и конструктивной деятельности республиканского парламента. Находился в постоянном контакте со своими избирателями. Перед ним сейчас новый, не менее ответственный этап его трудовой деятельности. Хочу пожелать успеха в этом новом начинании. Мне сложно сегодня комментировать то решение, которое принял председатель Государственного совета Чувашской республики Филимон Валерий Николаевич по поводу сложения своих полномочий как председателя Госсовета. Единственное, хотел бы сказать, что с Валерием Николаевичем мы давно работаем, и я его знаю как человека опытного, не только в жизни, но и в политике. Ну и сегодняшнее решение уже главы республики о назначении его на должность заместителя, руководителя администрации главы Чувашской республики уверен, конечно, несет в себе стратегическое решение кадровое всех тех вопросов, которые сегодня стоят перед главой республики, перед нашей Чувашей. Уверен то, что Валерий Николаевич, имея большой опыт жизненный, профессиональный, политический, конечно же, несет свой вклад в дальнейшее развитие нашей республики. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором группы Оргсинтез, председателем Совета директоров Химпрома Ярославом Кузнецовым. На предприятии идет серьезная модернизация производства. Собственники вкладывают солидные инвестиции. Все это, отметил Михаил Игнатьев, способствует повышению производительности труда и, как следствие, увеличению заработной платы. Напомним, весной на предприятии состоялся запуск нового цеха. Ярослав Кузнецов рассказал о планах по освоению производства перекиси водорода. Проект имеет статус импортозамещающего. Сейчас идут переговоры с банками по вопросам финансирования. Среди особо важных задач – реновация. Обновление производственных фондов. Привести цеха в порядок планируется за три года. На это предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. В республике реализуется инвестиционный проект по созданию агропарка «Чувашия-Сычуань». Животноводческий комплекс и завод по переработке молока должны появиться на территории республики в ближайшие три года. На какой сейчас стадии реализация проекта, узнавала наша съемочная группа. Агропарк получит прописку в двух районах – в Маргаушском и в Парецком. Около деревни Фриткасе работы уже начались. Здесь планируют построить молокозавод. Информации о новом строительстве пока не так уж много. Известно, что площадь участка – 41 гектар. С точки зрения экологии все под контролем. Все защитные зоны, они соблюдаются. И никакого вреда там нет. Проект будет проходить экспертизу. И никаких сомнений там, если будет строиться там же, быть не должно. Кроме этого, сегодня мы предложили еще два варианта решения вопроса. В ближайшее время стороны должны подумать, и сторона китайская должна подумать, дать ответ. Сейчас решается вопрос перевода земли в категорию специального назначения. Перевод предполагает публичное слушание, перевод предполагает решение депутатов сельских поселений и так далее. А вот в Парецком районе все вопросы решены. Здесь подрядчики уже приступили к работам. Выкорчевывают деревья под пашни. Земельный участок в 5000 гектаров китайские инвесторы арендовали на 25 лет. Здесь планируют построить животноводческий комплекс, на полях высадить кормовые культуры. Мы применим самые передовые технологии и оборудование из Европы и Китая для строительства ферм и заводов. Это имеет большое значение не только для нашей корпорации, но и для местных жителей. Строительство позволит создать 200-250 рабочих мест для населения района. Ну, проблемы какие были, что не было наличия рабочих мест. Надеемся, что вот с данным проектором, с проектом будут обеспечены наши мужчины в первую очередь рабочими местами. Когда будут обрабатываться поля, будет улучшаться инфраструктура. Общая сумма инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей. Срок реализации – три года. Создание агропарка Чуваши и Сычуань – это результат успешного сотрудничества нашей республики и одной из китайских провинций. Люди в Чуваши очень добрые, пейзаж очень красивый и, самое главное, у вас хорошая экология. Это важная основа для развития сельского хозяйства. Сегодня, 19 октября, около 10 часов на строительной площадке в Новочвоксарске во время выполнения работ по прокладке ливневой канализации обвалилась земля. В траншее на трехметровой глубине находились два работника в возрасте 41 года и 49 лет. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия. По данному факту, следственными органами Следственного комитета по Чувашской республике возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших, а также конкретных лиц, ответственных за гибель мужчин. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы, строительная организация изымает документацию, касающаяся охраны труда работников, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается. В Чувашии участились случаи мелких крашек с торговых точек. Подробнее в сюжете моих коллег из пресс-службы МВД. В течение месяца работники одного из чебоксарских супермаркетов не досчитывались сыра. Примечательно, что пропадал продукт одной и той же марки, а похитители сообщили в полицию. Стражи порядка взяли магазин под пристальный контроль и быстро поняли, в чем дело. Любительницей сыра оказалась жительница Чебоксар. Она успела посетить магазин четыре раза и каждый раз умудрялась проносить продукты мимо кассы. Уже состоялся суд, который оштрафовал женщину и обязал возместить нанесенный ущерб. Сотрудники полиции за что задержали? Я забыла выложить из сумки товар и пробить. Это первый ваш такой случай? Ну получается, что который я тогда сыр сказал, я вот вытаскивала его, я вот это вот никак не пойму. На хищениях продуктов злоумышленники не останавливаются. Отвлекая внимание продавцов, некоторые умудряются даже вытащить деньги из кассы. Как, например, этот 30-летний житель Ульяновска. Подобным способом мужчина обчистил кассу в двух продуктовых ларьках Канажского и Батаревского районов. Внимательность продавцов, сообщивших приметы злоумышленника, и оперативность чувашских и ульяновских полицейских помогла задержать похитителя спустя короткое время после совершения кражи. В МВД Почувашии ситуацию с мелкими хищниками, таких здесь называют, держат на постоянном контроле. С начала года полицейские расследовали более двух тысяч сообщений о различных магазинных кражах. В настоящее время раскрыто около 1800 фактов. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Похищается геноводочная продукция, это 842 единицы, это 31,17%. Кофе, это в 398 случаев, в 14,74%. Прочие продовольственные товары, 6,18%. Шоколад, 6%. Колбасные изделия копчености, это 5,66%. В большинстве случаев магазинные воры идут на преступления осознанно, понимая, что за мелкую кражу им грозит лишь административная ответственность. Но если сумма краденого превысит 2500 рублей, уже возбуждается уголовное дело. Серьезной ответственности также не избежать тем, кто ранее уже привлекался за мелкие хищения. Кроме денежного штрафа, закон предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы. Опыт Чувашии по развитию самбо представили на Международном конгрессе. Он посвящен одному из основателей самообороны без оружия Анатолию Харлампиеву. В ноябре в стране отметят 80-летие национального вида спорта. Перспективы развития самбо обсуждали на пленарном заседании. Участие в нем принял и глава республики Михаил Игнатьев. Его называли непобедимым отцом самбо. Именно Анатолию Харлампиеву удалось создать боевую систему, не уступающую дзюдо, карате и боксу. По сути, самооборона без оружия и стала ответом другим контактным видам спорта. Международный конгресс проходил в стенах Московского энергетического института. Здесь Анатолий Харлампиев работал более 20 лет и создал Центр развития самбо. Для нас важно, как для Национального светского университета, чтобы мы внесли свой вклад в развитие в данном случае самбо. В развитие молодежи, инженерной школы, которая бы потом, решая задачи технического, технологического развития страны, не забывала бы об этой нравственной компоненте. Российское самбо отвечает актуальным запросам государства в области обеспечения безопасности, патриотического воспитания и здоровья нации. Самбо выходит из плоскости исключительно профессионального спорта в плоскость массового, популярного. Уверенно звучит мнение о том, что борьба самбо должна стать частью не только спортивной, а вообще жизни России. В честь основателя самбо заложили аллею и установили памятник Анатолию Харлампиеву. Самооборону без оружия признали официально 80 лет назад. И еще на заре развития новый вид спорта вобрал в себя более тысячи приемов национальных видов борьбы. Дело мастера живет и процветает. Продвигать самбо в массы поручил и президент России. У нас, оказалось, есть единственный вид спорта – это самбо, где мы говорим на русском языке, где мы, по сути дела, действительно вобрали большой образ. И, по сути дела, единственный вид спорта, где 120 стран в мире и все мы организационные мероприятия проводим на русском языке. Нужно немножко шире посмотреть на человека, который занимается этим видом спорта. И что это дает для развития личности? Это действительно многогранность. Это действительно духовность. Это действительно нравственность. Это действительно воспитание. Это действительно характер. Это, конечно же, человек, который занимается этим видом спорта, никогда не будет на стороне преступности. Самбо привлекает все больше ребят. Этот вид спорта начали преподавать и в школах в рамках федерального проекта. Чувашия среди пилотных регионов. Это для нас базовый вид спорта. В республике открыто отделение самбо в 10 спортивных школах, в которых занимается 1702 спортсмены, это на 1 октября. В том числе, если взять от общего количества, каждый третий – это сельский житель, который любит самбо. С 2016 года в Чувашии активно включилась реализация федерального проекта «Самбо-школу». На сегодняшний день в нем участвует 6 школ. Мы знаем, что это недостаточно. Это первый шаг. Ученики кадетской школы имени генерала-майора Всеволода Архипова самбо занимаются с начальных классов. Недавно появились и призеры чемпионатов. Самый главный наш результат, я считаю, это май 2018 года, когда мы приняли участие в Анапе, во всероссийском слете самбистов. Очень много регионов участвовало. Наши пятиклассники заняли третье общекомандное место. Выпускники наши, 9, 10, 11 классы, занимаются самбо, элементами рукопашного боя на базе спецназа Министерства внутренних дел по Чувашской республике. Успехи школы оценили. За популяризацию самбо вручили благодарность Министерства просвещения России. Михаил Игнатьев отметил, что в республике уроки самообороны без оружия начнут преподавать и в вузах. Убежден, что занятия таким видом миноборцев будут востребованы и в студентском сообществе. От Чувашии сборную команды Российской Федерации в 2018 году вошли 11 спортсменов. Инициативы региона в Совете Безопасности страны готовы поддержать. Действительно очень много сделано. Есть настрой на будущее. И, Михаил Васильевич, вы достойно выполняете те обещания, которые давали. И я считаю, что самбо в Чувашии является спортом номер один. Накануне Конгресса пришла и приятная новость. Воспитанницы школы самбо-чувашии завоевали золото и серебро на первенстве мира, которое проходило в Грузии. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. Сегодня утром на обновленной московской набережной Чебоксар было необычайно оживленно. Руководители органов исполнительной власти, муниципальных образований, сотрудники медицинских учреждений, журналисты начали свой рабочий день с зарядки и пробежки на свежем воздухе. Для Михаила Игнатьева это традиционное начало дня. Каждое утро бегом или на велосипеде, или же роллерах он отправляется в поход за здоровьем. Ежедневные физические занятия повышают работоспособность и улучшают настроение, убежден глава республики. Утром на набережной Волги можно встретить немало горожан, активных сторонников здорового образа жизни. Этому особенно радуются медики. Такие люди меньше болеют. Сегодня коллектив республиканской детской больницы тоже вышел на пробежку. Велопрогулка, скандинавская ходьба, катание на роликах. У глав муниципалитетов сегодня был большой выбор. Движение – это жизнь. И такая зарядка действительно заряжает, отметили многие из них. О марафоне именем детства во имя детства слышал каждый. Многие неоднократно участвовали в нем. Во время последнего марафона собрали 6,5 миллионов рублей. Что удалось сделать? На что направлены деньги? Кто они? Адресаты добра. Сегодня наша съемочная группа побывала в реабилитационном центре для детей. Именно сюда направили часть денег. Маленькая Настя Сергеева вместе с мамой приезжают в реабилитационный центр вот уже третий раз. Через каждые полгода. Мне здесь нравится поделки делать. И то, что здесь хорошо очень. В любимом Настином классе, комнате по труду, появились новые столы и регулируемые стулья. О них персонал центра мечтал давно. Довольны и родители. Ребенок вообще счастлив в том, что очень много детей, очень много хороших вот этих вот всех комнат. Самая любимая комната, вот это, конечно, комната по труду. Любит, вообще невозможно. Приходит, давай, мам, пойдем по девочке делать. Такая счастливая, радостная. Уходить вообще не хочет. Сейчас вообще стало более удобнее, потому что мебель. Подрост, ребенка переставляется, подвес ребенка, как бы можно сказать. Удобно очень. Очень хорошо. Очень нравится. А из физкультурного зала ребят просто не выманишь. И это неудивительно. Здесь и горка, и сухой бассейн, и новые тренажеры. Мебель и тренажеры не единственное приобретение реабилитационного центра. Благодаря средствам марафона именем «Детство во имя детства» здесь появился и первый в Чувашии аппарат «Магнам Слим». С его помощью можно научить детей правильно выговаривать слоги и слова, двигаться. Можно даже успокоить пациента в эмоциональном плане, улучшить его сон. Раньше за подобным лечением воспитанникам центра приходилось ездить в близлежащие регионы. Там эта процедура стоила недешево. Сейчас здесь пациенты лечатся бесплатно. Благодаря внедрению таких новых технологий эффективность реабилитации повышается. Мы сначала проводим анализ ситуации по реабилитационной помощи в России и за рубежом. Мы подбираем именно под те заболевания детей, которые к нам вступают, потому что у нас более 63% это дети с заболеваниями нервной системы. Конечно, приоритет им, но у нас есть дети и с другой патологией, с другой нозологией. И, вы знаете, мы стараемся помочь всем детям нашей республики, которые попали в такую трудную жизненную ситуацию. По коридорам центра ходят и настоящие космонавты. Так медработники называют нейрореабилитационный костюм «Атлант». Здесь 12 таких костюмов, которые также куплены на средства детского марафона. Всего центр получил более 200 тысяч рублей. Их уже освоили и строят планы на будущий год. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Далее вас ждет полезная информация. Хороших вам выходных. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Наступила холодная пора. Пора уже утепляться. Вот у вас тут привезли очень хорошие курточки. Очень большой выбор. Разноцветные. И размеры, любой размер можно подобрать. Поэтому хотелось бы немножко нарядиться, несмотря на возраст. Нам тоже хочется быть красивыми. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Зоя Зубарева пришла на ярмарку, как только узнала о ее приезде. Не прошло и 10 минут, а покупательница уже выбрала себе обновку. Меня встретила вот эта здесь продавец женщина, девушка. Встретила хорошо. Сразу стала показывать мне курточки, которые мне интересны. И вот, знаете, ну смотрели, примеряли мы много. Дело в том, что мне что-то понравилось вот именно то, что я сейчас выбрала. Про качество я могу сказать хорошее. Вы знаете, на рынке немножко дороже. Для верхней одежды главное хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты и для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках, то есть качество очень хорошее. И такая модель, допустим, стоит всего 6 160 рублей. То есть оптовая цена от производителя. Более 5000 моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Каждый здесь найдет себе обновку по душе и кошельку. Все цены у нас оптовые. Например, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2420 рублей, а теплый зимний пуховик за 3520 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу. Улица Максима Горького, 49. Ярмарка пробудет в столице Чувашии до 31 октября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова